Карта войны по состоянию на сегодняшний день. В Херсонской области два дня идут тяжелые бои. Вооруженные силы Украины продолжают наступать и освобождать села Херсонской области от российских военных. Дополнительные украинские удары еще больше повредили ключевой Антоновский мост. Россия невероятно пытаются замедлить украинское наступление, используя артиллерийский огонь вдоль естественной преграды реки Ингулец. Также добавлю, что по информации Генштаба вооруженных сил Украины российские военные за минувшие сутки обстреляли село Николаевка в Черниговской области. Также, к слову говоря, на Краматорском направлении россияне обстреляли из танков ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Верхнекаменск, Стародубовка, Пескуновки, Северск, Белогоровка, Григоровка, Спорная и Выемки. Также Росармия пыталась штурмовать эти направления, но вооруженные силы Украины успешно отбили атаки, вследствие чего российские военные понесли большие потери. И мы продолжим эту тему обсуждения информации на фронте на данный момент уже с экспертом в нашей студии, но несколько позже. И прямо сейчас хотим еще поговорить, точнее предоставить вам информацию о том, как Российская Федерация продолжает врать об ударе по городу Виннице. Только наша редакция насчитала три версии удара, и российские пропагандисты все эти три версии преподносили как официальная информация, но ни одна из этих версий, конечно же, не имеет ничего общего с реальностью. О том, как все произошло на самом деле в городе Виннице и о других фейках российских пропагандистов далее в программе «Давайте проверим». Новая Каховка. Так что же там так сильно взрывалось? Боеприпасы или селитра, как говорят российские СМИ? А также, как нагло и цинично врут пропагандисты о бракетном ударе по городе Виннице? Эта программа «Давайте проверим». Я Олег Борисов. Поехали. Вечером 11 июля вооруженные силы Украины отчитались о попадании в российский склад боеприпасов во временно оккупированной Новой Каховке. Следом стали появляться видео от очевидцев. Однако российская сторона с самого начала это опровергала. Мол, никакого склада там не было. Однако версий сразу было много. И, как всегда, российские журналисты путались в своем же вранье. Изначально говорили о якобы попадании в Каховскую ГЭС. Посмотрите. Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС в Херсонской области. Источник сообщил об ударе ВСУ по Каховской ГЭС. Следом сами же уточнили, что вооруженные силы Украины все же попали в склад. Но не с боеприпасами, а якобы с селитрой. Позже добавили, мол, там еще была и гуманитарная помощь. Фактически был удар по мирной инфраструктуре. Нам известно о 5 погибших. Еще 7 человек пока сейчас раскапывают. Ищут около 80 человек пострадавших. Зато удар был нанесен по складу с гуманитарной помощью. 35 тонн медикаменты, продовольствие. Учитывая, что горожане не получают пока зарплаты пенсий, эти гуманитарные грузы были жизненно необходимы. Задача максимально посеять среди людей панику, создать любые условия гуманитарной катастрофы. И самое важное, ни в коем случае не допустить до проведения референдума. Казалось бы, при чем тут уничтожение склада с селитрой и гуманитаркой к проведению так называемого референдума? Но это оставили за кадром. Так, вероятно, детонировала селитра на складах в Новой Каховке. Даже сам российский журналист говорит, вероятно, селитрой. Ведь на самом деле, ни на какую селитру это не похоже. Давайте сравним со взрывом склада с селитрой в Бейруте. Во-первых, в Бейруте нет никаких разлетающихся по сторонам с селитом. Во-вторых, дым розовый. А в-третьих, посмотрите на повреждения домов рядом. Детонация все еще продолжается, вот только что на наших глазах произошел очередной взрыв. Сначала салюты пошли, как обычно. А потом начала земля труситься, взрываться все, рушиться. По мнению российских пропагандистов, именно такая тушенка разлеталась в стороны, уничтожила дома и калечила людей? Прям тушенка террорист какой-то. А о складах с боеприпасами, конечно же, не сказали ни слова. Так же, как ни слова не сказали и о том, что цинично и точечно запустили калибр в центр Винницы, где погибло 24 человека. Однако уже в этом случае методички совсем другие. И снова между собой пропагандисты путаются. Вот давайте разберем все по порядку. Сначала Соловьев написал, что удар пришелся по военной базе в городе Гайсин. Поражена военная часть в Гайсине в Винницкой области. Еще видео. Только вот маленькое уточнение. Город Гайсин находится в 100 километрах от Винницы. Ну, и так сойдет. Позже оправдать удар по мирным людям попыталась еще одна пропагандистка Маргарита Симоньян. Спросила у Министерства обороны, куда ударили в Виннице. Ответ – в Дом офицеров. Там был временный пункт размещения нациков. Ее смутило также то, что на фото есть люди в военной форме. Ты серьезно? По твоему мнению, именно так выглядят нацики? И если человек в военной форме, значит, нужно сразу запускать ракету? Более того, от Винницы до фронта более 400 километров. А так называемая специальная операция же для защиты Донбасса? Получается так, что пропагандисты даже тут сами себе перечат. Ну, и по дому офицеров. От военного тут только название. Здание использовалось как концертный зал, и там даже были запланированы выступления на ближайшие дни. Легитимной целью для удара это считаться не может. Но не для Министерства обороны Российской Федерации, которая выдумала третью версию. Высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по зданию гарнизонного дома офицера в городе Винница. В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи вооруженных силам Украины очередной партии самолетов. Средств поражения, а также организация ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены. Стреляя ракетами по центру густонаселенного города, ты сознательно закладываешь жертвы среди гражданского населения. Кроме того, одна из ракет попала в офисное здание и частную медицинскую клинику. Даже не в дом офицеров, который Министерство обороны Российской Федерации посчитали военным объектом. Погибли мирные. И это военное преступление. Но это, похоже, российских властей не беспокоит. Вы только посмотрите на реакцию кремлевских пропагандистов. Мы должны поставить режим Зеленского на колени, чтобы он приполз и подписал капитуляцию. Поэтому масштабирование ракетных высокоточных ударов по западу Украины, по югу Украины, это должно стать сегодня приоритетной военной и политической задачей. Я рассчитываю, что эта задача будет поставлена и реализована в полном объеме. Прямо со своих телеэкранов они призывают к убийствам. К слову, это запрещено уголовным кодексом самой же Российской Федерации. Но кто там смотрит на эти законы? Но мы фиксируем все. И все, кто причастен к убийствам, понесут наказание. На все свое время. Эта программа давайте проверим. С вас лайк, а с меня новый выпуск. Пока. И уже к нашему эфиру присоединяется эксперт Роман Григорьевич Свитон, полковник запаса и военный эксперт. Роман Григорьевич, здравствуйте. Приветствую. У нас вот уже звучала в эфире информация о том, что во время на оккупированном Лисичанске Луганской области был уничтожен штаб 6-го полка 2-го армейского корпуса Российской Федерации. Были ликвидированы 50 российских военных. Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. И вот по его словам, вооруженные силы Украины нанесли удар в здание суда, где россияне проводили совещание. Как считаете, вот такой удар и ликвидация 50 российских военных, насколько это значительно вмешивается и нарушает планы армии противника? Это уже в порядке вещей. После того, как к нам зашли хаймерсы, дальность поражения точного выросла до 50-70 километров зелени и фронта. Такие удары практически каждый день проходят. Выбиваются склады, выбиваются командные пункты. По возможности выбиваются вот такие оперативные совещания, если наши силы спецоперации точно подтверждают их нахождение. Скорее всего, Лисичанск сегодня был подвержен удару либо хаймерсами, либо эскалибурами со 155-й натовской арты. Точность попадания, кучность выше всех похвал. Реально был уничтожен штаб практически второго корпуса. Это ЛНРовский штаб и несколько десятков человек отправились на концерт к Абзону. То есть это же свидетельствует прямо об эффективности использования вооружения, которое нам поставляют западные партнеры, и о том, насколько эффективно пользуются этим вооружением вооруженной силы Украины. Да, хочу заметить именно высокоточного оружия. Потому что в черте города, когда рядом остались еще мирные люди, есть инфраструктура, которую лучше не трогать, именно такое вооружение, которое поставляют нам наши западные партнеры, позволяет нам выполнять эти задачи. То есть это один из тех примеров, когда мы можем сказать, что действительно качество превосходит количество, потому что я хочу напомнить для наших зрителей, что для украинской армии и для Украины очень важны граждане Украины, очень важна сохранность их жизни. И армия украинская. Безусловно. Это наши граждане, это наша территория, и это наша инфраструктура. Естественно, мы будем действовать так, чтобы не повредить ни в коем случае названные объекты. И в этом нам помогают наши западные партнеры. Роман Григорьевич, вот еще коротко ваше мнение о уничтожении боевых складов на временно оккупированных территориях Украины, российских боевых складов. В Генштабе отчитались, что за последнее время хаймарсами уничтожили более 30 складов. Это касается Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Но мы-то знаем, что количество вооружения в Российской Федерации превосходит десятки тысяч раз от имеющегося на временно оккупированных территориях Украины. Скажите, пожалуйста, вот эти уничтожения боевых складов – это больше урон для российской армии либо выигранное время для контрнаступления украинских военных? Уничтожение складов – это уничтожение логистических цепочек. Любая армия, любое подразделение, которое выполняет боевую задачу в районе линии фронта, оно нуждается в определенном количестве поставок вооружений на единицу времени. Уничтожение этих складов в глубину 50-70 километров, эти дивизионные склады, заставляет логистические подразделения вражеских войск искать новые пути поставки, что очень сильно задерживает количество поставки боекомплекта в район боевых действий. Естественно, вынос этих складов высокоточным оружием, которое у нас есть уже в достаточном количестве, практически сводит на ноль любые наступательные действия армии Российской Федерации. А как вы для себя увидели сегодняшнюю новость касательно ракетного удара Российской Федерации по Одессе? А я подчеркну, вчера были наоборот подписаны договоренности о том, что порт не будет обстреливаться, если я не ошибаюсь, там даже последним пунктом это было указано, что стороны не обстреливают друг друга и спокойно вводится зерно. И сегодня ракета прилетела именно в склады, где находилось зерно. Но, благо, промазали высокоточным оружием и попали в насосную станцию. Что это для вас, скажите, пожалуйста? Пришло четыре ракеты, это калибры. Две наши ПВО успело сбить. Две ракеты действительно попали в инфраструктурное портовое сооружение. Так случилось, что директор этого предприятия накануне по какой-то причине на сегодня рабочих не стал выводить. Причина, ну, видать, та причина как раз и спасла жизни этих рабочих. Если бы сегодня вышли портовые рабочие на работу, то там бы были еще и жертвы. Такие удары со стороны российских войск логики практически не имеют. Это больше похоже на какой-то террор, либо на выражение своего недовольства в каких-то переговорах, может быть, в каком-то виде. Нет смысла никакого отправлять четыре ракеты, уничтожать те места, где, в принципе, договорились, допустим, к какому-то движению. Я думаю, либо не все совсем договорились, либо уже после того, как подписано, вышли, вылезли какие-то вопросы, которыми недовольна Российская Федерация, и именно в такой способ она показывает свое недовольство. Логически каким-то образом объяснить этот удар и нарушение договоренности в течение 24 часов действительно невозможно? Логика и российская политика – это две несовместимые вещи, потому очень сложно как-то объяснить о логичности действий Российской Федерации. Есть какие-то внутренние течения, о которых мы можем только догадываться, между башнями управления, между уже стареющим и теряющим власть Путиным. И именно какой из задач стояло при выполнении этого пуска, этих ракет, ну пока это непонятно. Вот еще что хотелось с вами обсудить. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, после того, как Антоновский мост перестанет действовать, россияне проявят очередной жест доброй воли и выйдут из Херсона. Он об этом заявил в интервью для Deutsche Welle. Хотелось бы все-таки получить и услышать ваше мнение и разъяснение от вас по поводу, во-первых, вероятности данной ситуации, а во-вторых, как мы близки к тому, чтобы отрезать россиян вот таким способом. Выйти из Херсона российские войска могут только в одном случае, если уйти из Херсона. Если есть какие-то договоренности, о которых мы не знаем. Но об этих договоренностях может быть знать подаляк. Просто уйти и сдать город типа Херсон, российские войска вряд ли будут. Обстрелы моста Херсонского, они, понятно, подвигли к каким-то принятию каких-то задач, принятию каких-то действий Российской Федерации. Но пока не видно ни отхода, ни, в принципе, никаких движений для того, чтобы выйти из Херсона. То есть пока они их не предпринимают. Конечно, обстрел моста Антоновского привел российские войска в замешательство. Там началась тихая паника. Они практически несколько дней после обстрела Херсона уже перестали решать вопросы по проведению референдума. Особенно после того, как был еще обстрелян нашими войсками Даринский мост сегодня. Довольно-таки точное, кучное попадание вдоль всего моста. И, в принципе, если хорошо поработать, то и этот мост можно будет заблокировать. Это мост, который соединяет, в принципе, две группировки, разделенные речкой Ингулец. Выйти просто так, они не выйдут. Ну и было бы большой ошибкой их просто выпустить. Как мы в свое время выпустили практически всю северную группировку из-под Киева, Сум и Чернигово. Вся эта группировка, в конце концов, перетекла на Донбасс. Там переформатировалась. И, в принципе, те жертвы, которые понесла украинская армия в боях за Северодонецк и Сечанское, это как раз из-за того, что ту группировку, которая была под Киевом, просто так отпустили. Отпустить эту группировку, которая сейчас на правобережье Украины, в районе Херсона, просто дать ему идти какими-то намеками, полунамеками, выполнить ту же задачу. Это вся группировка, 10-11 тысяч человек, она может перетечь в район Донбасса и, в принципе, еще больше увеличить наши потери. И, может быть, даже может выполнить какие-то задачи по освобождению с их точки зрения. Донецкой области. И нет смысла ни в коем случае ее выпускать. Ее надо купировать, окружать, брать в плен по возможности живыми и попробовать обменять весь этот ресурс на наших пленных украинцев, которые находятся в плену у российских войск. И при отказе от сдачи в плен эта группировка должна быть уничтожена. Иначе она усилит Донецкую группировку. Спасибо вам большое, Роман, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру за ваши комментарии. Напомню, Роман Свитон, полковник запаса «Военэксперт», был на прямой связи с нашей студией. Не переключайтесь, у нас для вас очень много чего интересного. Уже очень скоро пообщаемся в прямом эфире с Марком Фегином. Оставайтесь с информационным марафоном «Фридом». Редактор субтитров А.Семкин